Добрый день дорогие друзья, с вами Академия Трейдинга и Инвестиций, меня зовут Гаценко Андрей. Сегодня у нас 17 апреля 2017 года, я вас всех поздравляю с прошедшей Пасхой. И сегодня мы с вами сделаем обзор торговой недели и посмотрим какие события на этой неделе могут поменять динамику рынка. Для этого мы сначала зайдем в экономический календарь и посмотрим что у нас будет на этой неделе. Рекомендую вам это делать до того как вы открываете свои терминалы. Итак, сегодня вся Европа отмечает светлый праздник Пасхи. До сих пор только мы работаем. Задумайтесь, стоит ли сегодня напрягаться. Так, сегодня вышли новости. По юаню довольно хорошие. Так, завтра, завтра любители австралийца можете проснуться пораньше и пол четвертого его поторговать. Если есть на то интересные моменты. Я австралийца не торгую. 15.30 у нас бакс. Завтра будет шалить. Поэтому до 15.30 можно в рынок даже не лезть. Дальше. Среда. Среда у нас, как обычно, традиционно, да, запас сырой нефти 17.30 и днем, что важно, 12 часов у нас будет евро. Те, кто ее торгует, в среду будет хорошее движение в обед. Так, и четверг. Четверг любители новозеландца ночью могут оторваться по нему. Вот. Ну и вечером у нас новости по баксу. Самая мощная из них 3БК, индекс производственной активности. Так, ну и пятница с утра, обратите внимание, 10.30, 3БК по евро, что бывает нечасто. И в 11 тоже много евро. А также в 11.30 у нас день фунта, это пятница. Много по нему новостей. Потом канадец и продажи на вторичном жилье уже вечером в пятницу по баксу. А также есть маленькая вот здесь поправочка заседания ОПЕК. Два бычка, но те, кто торгует нефть, они должны следить за этим заседанием, когда оно будет смотреть новости, когда именно это произойдет. Так, собственно, вот такие новости будут на неделю. Рекомендую их просматривать в понедельник, чтобы быть в курсе событий. Можно даже куда-то записывать, либо отмечать на своем графике вертикальными линиями. Так, теперь перейдем к анализу. Так, что у нас евро-доллар. Недельный таймфрейм. Я сюда начинаю с неделек, и это очень здорово. Недельки. На недельках еврик, конечно, находится до сих пор под давлением гигантского поглощения, который прошел три недели назад. До сих пор болтается у нижней стенки канала. Покупать отсюда я не рекомендую. Эта модель не лонговая. Это шортовая модель. Если вы посмотрите, где это все находится, то увидите, что на недельном графике еврик потихонечку умирает в районе 1.05. И на мой взгляд, это все закончится пробоем и выходом из этого канала вниз. Это стандартная модель набора индикаторщиков-лангистов, у которых еще средние индикаторы заряжены в бай. И стопы они ставят только сейчас за 1.05. И все это полетит в ближайшее время. Скорее всего, на выборах, перед выборами во Франции, как вы знаете, проходят сейчас предпрезидентские дебаты. Собственно, я думаю, там будет все очень яростно, потому что несколько кандидатов, у них примерно одинаковые шансы. И на самом деле перекос вероятности победы одного из них может нарушить какой-нибудь форс-мажора. Как вы знаете, терроризм в Европе процветает. И не дай бог, конечно, фу-фу, может что-то произойти из этой серии, и тогда еврику это не поможет. И полетит он дальше вниз. Почему я так уверен об этом говорю? Потому что бычья модель от 1.05 не дала развития, и цена не закрепилась над захваченными экстремумами. И все это дело моментально обвалилось вниз. Это говорит о том, что крупные игроки не держат лонговые позиции по евро. Соответственно, эта валюта им не нужна. Поэтому на фоне этого любые усиления бакса, связанные с заявлением Трампа, либо какими-то его воинственными действиями против других стран, могут привести к усилению доллара на фоне слабого, слабой евро. И она дорогая наша обвалится. Поэтому лонги я не рекомендую смотреть. Даже просто анализ простейшей недавних свечей, по прошлой неделе, по еврику, говорит о том, что были забросы наверх, забросы были связаны с баксом опять же, и все это дело похоронилось вот такими пинами. И по еврику ничего бычего здесь не вижу давлений на нижнюю стенку канала. Может, еще будет пару забросов, и потом все это разгрузится вниз. Так, это что касается евро. Британец. У британца на неделях чистейшее поглощение. на прошлой неделе. Ему прямая дорога к 1.29, о чем я говорил еще несколько недель назад. Для совершения сделок по британцу, рекомендую обратить ваше внимание на круглые уровни, которые он тестирует регулярно, с большим удовольствием. Вот. Ближайший кругляк по британцу 1.25. Если, допустим, неожиданно усилившийся бакс закинет британца под 1.25, можно его лонговать смело до 1.26 и так далее, до 1.29. Это будет объективно, даже на дневном таймфрейме, хороший запас хода будет. Британец на неделях сетап класса 1 плюс 1 после поглощения, а также заявление Терезы Мэй, и он потихонечку набирает обороты. Дальше. Золото. Золото. Недельный таймфрейм. На недельках золото оторвалось от своей поддержки, летит в космос. Вот это отчасти, ну отчасти, там, половина этого движения, заявления Трампа о том, что доллар у них сильно дорогой, надо бы его поддешевить, да, то есть Трамп может просто выйти на свою лужайку, ляпнуть и зайти, и рынок потом трясет несколько дней. На самом деле это не очень хорошо. Мне, как спекулянту, это совсем неинтересно. Такие непрогнозируемые действия этого товарища. С Обамой я как-то чувствовал себя, как спекулянт, спокойней по золоту. Я торгую золото часто и густо, вот, потому что в том числе и на брокере КД Форекс очень небольшой спред по золоту. Ну, например, вот если я поставлю минутный таймфрейм, вы видите, да, даже вот торговля в один клик, то вы видите спред его практически просто нет. И на уменьшенном М1 его вообще не видно. Поэтому, да, при этом какой-нибудь ближайший конкурент как бы имеет спред немножко больше, чем у нас. Торговать, конечно, здесь просто нереально. Вот, поэтому, что вернемся к неделькам. Мне интересно нахождение золота в районе 1300 долларов за унцию. Соответственно, я думаю так, что те, кто угадал движение лонговое, они будут фиксироваться на 1300, потому что это кругляк, и, в принципе, хороший проход, и можно фикситься. От ближайшее накопление 500 пунктов, в принципе, пятихатка по золоту, это нормальный движ, где фиксятся крупные игроки. Пока здесь золото мне не очень интересно в контртренд. Вот, а вот в этом районе 1300, интересно поймать разворот. Даже на дневках далеко не ходить видно прекрасно, как этот уровень удерживался и осенью прошлого года, и уже в ноябре, когда у нас были предпредвыборные трамповские движения. Так, ну и последнее у нас будет нефть. Нефть интересно выглядит по закрытию последней недели, прошлой, маленький такой пин-бар, который, с одной стороны, связан с фиксацией лонговых позиций перед пасхальными праздниками, на которых многие трейдеры и участники рынка просто уезжают куда-то на отдых, да, и не хотят, чтобы тревожили их открытые позиции. С другой стороны, в общем и целом, динамика на понижение АТАРа после вот таких мощных движений, там, в сел и в бай, говорит о том, что просто быки в зоне неистовой плотности начала года, да, в районе 53 долларов за баррель WTI. Собственно, это естественная реакция того, что рынок сталкивается и с сопротивлением таким профильным, да, и те, кто, собственно, движение вот это большое угадал, там, от 47 до 53, эти трех могут уже забирать деньги с рынка, и перед праздниками это было сделать объективно правильно. С другой стороны, в самом отскоке, вот в этой тени недельного, да, и, собственно, и на дневках это все видно, находятся именно запасы, то есть фундаментальные новости, запасы в среду, я сейчас вам покажу, на объемах, собственно, в разборе я этого не показывал, объемы, которые были в среду, расторговались вниз, вот, довольно существенные, я, собственно, шортил на тесте этих объемов на следующий день, также на Америке, также выходил крупный объем, и все это расторговалось вниз. Поэтому, можно сказать, что здесь и, как бы, новостной хвост, и фиксационный по, там, предпраздничные фиксы. Поэтому, в том числе, я искал шорты, также для отката, в район 50 долларов за баррель, круглый психологический уровень для всех трейдеров по нефти, и этот уровень, его ведь видно невооруженным глазом, посмотрите внимательно, 50 долларов за баррель, отрабатывался и снизу, и сверху, много раз. Поэтому, я предположил, почему бы, после слабости на недельках, нам бы не откатить, опять же, к этому уровню, да, соответственно, те, кто толкает рынок наверх, могли бы, проявлять активность на продолжение этого роста, а я, соответственно, здесь могу дергнуть пунктов 300 отката, и потом посмотреть лонги из этой зоны, которая очень четко отрабатывалась в прошлом, и это объективный, техничный, круглый уровень по нефти, который все знают, о котором говорят аналитики. Вот, на мой взгляд, лонговать нефть после таких слабых баров потенциала большого нет, а зайти с отката фактически А, Б, С на продолжение было бы объективным. Поэтому, я считаю, крупняк здесь покупать не будет, даст цене сесть под полтинник, вот, под полтинник, и дальше уже набирать на переходе 54-55 долларов за баррель. Напомню, да, заседание ОПЕК, следите за нефтяными новостями, и все будет у вас в порядке. Так, дальше, небольшие объявления. Значит, первое. Напоминаю, что на форуме на форуме Форекс Деньги я запустил небольшой конкурс, конкурс фотографий торговли на рабочем месте. Такой веселый, позитивный конкурс. Победили 100 долларов по результатам анализа лайков под фотографиями на форуме. Собственно, форум пошел, ребята скидывают свои фотографии, вот Санек улыбается, обязательно должна быть надпись NGVO друзья, и, собственно, внизу лайки, 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 потом в конце месяца, ну, в течение месяца, который будет длиться конкурс, мы их посчитаем, и тот, кто наберет больше, тот получит 100 баксов на счет. Вот, ребята скидывают, и все это очень-очень интересно, и я считаю, что это хорошо. Дальше, у нас по брокеру АКД Форекс продолжается акция открытия счета и цен от 100 долларов, вот, собственно, что очень удобно, да, я показывал какие спреды по золоту, выгодно торговать, особенно этим инструментом у нас на ЕЦНе, с мая месяца ЕЦН будет дорогой, как и везде, вот, схема открытия счета через ЕЦН, на ЕЦН, идет через стандарт, то есть, вы регистрируетесь в личном кабинете, открываете счет, заводите стандарт ЕЦН, пополняете стандарт, звоните нам, мы переводим на ЕЦН, и вы потихонечку торгуете, зарабатываете деньги и радуетесь минимальному спреду, в том числе и по золоту. Дальше, еще вот, что хотел сказать, многие путают компанию Академия трейдинга инвестиций, которая, по сути, является консалтинговой, то есть, где мы занимаемся аналитикой, обучением, различные услуги, у нас акции, проводим вебинары и так далее, очень много материала тут для трейдеров, и бесплатно, в том числе, выложено, и многие думают, что это брокерская компания, здесь можно открыть счет, на самом деле, это не так, компании две, это Академия трейдинга инвестиций, да, и сама брокерская компания АКД Форекс, вот, у них похожие логотипы, да, но это две разные компании, они занимаются разными делами, собственно, ну, грубо говоря, Академия трейдинга, здесь проходит обучение, аналитика и различные услуги, брокерская компания, здесь вы открываете счет и торгуете, и многие, допустим, заходя в личный кабинет, где он тут, заходя в личный кабинет Академии трейдинга, здесь пытаются открыть счет, для таких людей, это нормально, мы поставили кнопочку открыть счет, АКД Форекс, потому что, чтобы не было у вас каких-то непониманий, ну, а также, в том числе, и на баннере АКД Форекс, сверху, и внизу, в футере, тоже есть кнопки открыть счет, либо вы просто переходите к АКД Форекс. КОМ, и, собственно, здесь уже на сайте открываете себе счета, вот, и, собственно, последний момент, это небольшое изменение в расписании моих занятий и мастер-классов, раньше я занимался в понедельник, как вот сейчас, да, я делаю обзор рынка, в четверг были мастер-классы, и в субботу я делал разбор, сейчас будет понедельник, среда, пятница, то есть, в понедельник обзор рынка, среда, мастер-класс, и в пятницу у нас будет разбор торговой недели, то есть, суббота смещается на пятницу, на вечер, так, в понедельник, среда, пятница, здесь мы все поправим будут висеть правильные цифры понедельник обзор который я записываю в среда мастер-класс куда я приглашаю через веб-комнату и пятница разбор торговой недели буду делать где-то в 18.00 по Москве объявление буду писать вам на форуме поэтому вот такие вот новости на этом все с вами был Гаценко Андрей Академия Трейдинга и Инвестиций будьте внимательны при торговле на новостях на этой неделе которую я обозначил следуйте нашим торговым рекомендациям и успехов в торговле пока